Девушки отдыхают Я хочу, чтобы меня знали По-моему, антиутопия – это предупреждение Они придут за тобой, Барбара Вы понимаете, что это ужасно и хотите предотвратить Твой ход, Хмырь Не все изобретения используются на благо Такова человеческая натура Среди нас есть злодеи Куда она их увозит? Антиутопия для одних, утопия для других Выживание – тяжелое бремя А не благословение Черт бы вас побрал! Исполнительные продюсеры Джеймса Кэмерона «Темное будущее» Почему нас очаровывает печальное будущее? Это наша сущность на личном и общественном уровне Наш самый глубинный страх Боязнь гибели человечества Да, ядерная энергия, болезнетворные организмы Все, с чем мы сражаемся последние лет шестьдесят Находят отражение в постапокалиптических историях Да Каждый зритель такого фильма убежден, что он выживет один из десяти миллионов Разумеется И будет прятаться в квартире на Манхэттене с остальной дверью Да Конечно, придется стрелять в вампиров, но ничего Жить станет проще Тут играют роли и мечты об охоте ради выживания В двадцатом веке каждый представляет себя Постапокалиптическом мире с машиной и ружьем Я – легенда, 2007 год Я давно узнал о романе «Я – легенда» Арнольд Шварценеггер держал на него права лет десять и не отдавал Я сказал ему, ну брось, приятель, ты же губернатор, тебе не до этого В итоге он согласился, да, у меня не получится Доктор Роберт Невилл, вирусолог, должен был спасти человечество, но не смог Началась глобальная эпидемия, которая превращала людей в вампиров и зомби Невилл остался последним человеком на Земле Каким станет мир после того, как освободиться от нас? Этот вопрос лежит в основе сюжета Как человеку выжить после того, как он все потерял? Какой будет его повседневность? Идея последнего человека на Земле обращается к концепции невыносимого одиночества, к печальной правде, что человек рождается и умирает в одиночестве Доброе утро, Хэнк! Выживание – тяжелое бремя, а не благословение Интересно, что многие из нас испытали это на себе Когда мы с Уиллом и Акивой работали над фильмом, мы старались сохранить его особенные детали и черты Больше всего мне понравилась концовка романа Где Невилл понимает, что чудовища на самом деле ими не были Чудовищем был он, а существо, которое он держит в лаборатории – возлюбленное другого альфа-существа, которое преследует героев Он понимает, что если вернуть ему возлюбленную, альфа уйдет Так и выходит Мне жаль Он видел в них чудовища Они видели чудовища в нем Идея великолепная В ней соль всего конфликта Но публика не оценила Практически высмеяла Мы перекроили концовку И у нас он пожертвовал собой ради вакцины Научная фантастика в романе и в кино Выглядит по-разному Жанр меняется, когда появляется картинка Роман «Я – легенда» был опубликован в 1954 году Это одна из важнейших книг об апокалипсисе, вызванном эпидемией Экранизаций было много Первая в 60-х с Винсентом Прайсом Надо прожить день, нельзя откладывать Затем известная версия 70-х Человек-Омега Мода на апокалипсис накрывает волнами И в 70-х эта волна была особенно мощной Да, это было после 60-х И человеческое сознание обрело свободу Нужно было самовыражаться После 11 сентября началась новая волна Конечно Сюжеты «Я – легенда» Мощная волна тревожна, как в 70-х фильмах Ведь мир, скорее всего, покатится к чертям Меня всегда восхищало, как в научной фантастике отражаются наши страхи, мечты и кошмары Каждое поколение представляет апокалипсис по-своему Но это всегда кошмарные события, которые стирают человечество с лица Земли Апокалипсис всегда занимал важное место в научной фантастике Нас привлекает эта тема, потому что мы всегда на чеку Нам кажется, что конец света не за горами Авторы научной фантастики просветили нас, показав, каким кошмарным может быть будущее И в их предостережение все легче и легче верится Как по мне, самый мощный, поразительный, неприятный конец человечества Он был представлен в планете обезьян Роман Пьера Буля показывает нам иной мир В конце читателя ждет неожиданный поворот, от которого душа уходит в пятки Он понимает, что это не другая планета, и все это время он читал про будущее Земли Черт бы вас побрал! Оказывается, это роман о нашем будущем, о нашей судьбе Это очень далекое, постапокалиптическое будущее, в котором людей заменили обезьяны, а сами люди стали глупыми животными В первых фильмах и в последующих мы узнаем, что человечество деградировало не из-за ядерной войны, не из-за эпидемии зомби, а из-за совокупности причин В хорошей научной фантастики апокалипсис показан сложным явлением И планета обезьян – это отличный пример апокалипсиса с долей надежды Планета обезьян – циничный фильм о том, как люди все портят Но там есть милый момент в самом начале В первом фильме Чарльтон Хэстон обращается к людям будущего, которые должны, по его мнению, обнаружить его через 700 лет, и говорит Те, кто слышит меня – иной вид И я надеюсь, лучше, чем мы Его оптимизм разбивает мне сердце, особенно когда я пересматриваю фильм и знаю, что будет дальше Он предупреждает нас о том, что будет, если мы допустим ошибку Представьте, что вы бросили камешек в бассейн и после 20-го круга на воде проснулись Но пока вы спали, события 72-го года разрушили мир Это пугающее предостережение Смотря все эти фильмы… Убить всех! Мы понимаем, что в них есть зерно истины Что гибель человечества неизбежна Мы не вечны И мир может обойтись И без нас Сколько возможностей нас погубить Конечно Перенаселение, изменение климата, ядерная война, роботы, используемые как оружие Их много Верно Мне кажется, что темное будущее в развлекательной индустрии берет начало Из паранойи Верно Здоровый или нездоровый? Более чем здоровый Да, конечно Мы задаем вечный вопрос «А что если?» А те, кто не задаются этим вопросом, глупцы? У нас множество историй о кошмарном будущем Апокалиптические сюжеты и антиутопии Как так вышло? Зеленый Сайлент Это люди! Антиутопия – это когда что-то пошло не так и продолжает катиться по наклонной Это худшее развитие событий в будущем И зачастую оно связано с тем, как одни люди подавляют других Прим, Роуз, Эвердин Прим! Нет! Нет! Я вызываюсь добровольцем Мир голодных игр – жестокая, суровая антиутопия Каждые четыре года деспотичное государство Отбирает детей для битвы не на жизнь, а на смерть По-моему, Пит – отличный персонаж Мне нравится, что, несмотря на происходящее вокруг него безумие и опасность Он остается собой Китнис, беги! Спасайся! Ну же! Когда развлечение превращается в жуткое зрелище, оно становится инструментом подавления Идея жестокости ради отвлечения от друдной политики принадлежит Октавиану Августу Он сказал, дайте людям хлеба и зрелищ, насыщайте их и отвлекайте, показывая им представления Тогда они не будут выходить на улицы и протестовать Один из моих любимых годов и одна из любимых арен Сьюзан Коллинз, автор трилогии, смотрела телевизор и наткнулась на репортаж о реалиях войны в Ираке А на другом канале, скажем, MTV, крутили реалити-шоу, в котором соревновались молодые ребята Тогда она решила совместить эти шоу в единое целое Голодные игры играют на наших переживаниях о том, что реалити-шоу чаще более жестокие, чем веселые Но мы порой этого не замечаем А идея слишком, за народом ради власти над ним, это отсылка к роману Джорджа О'Ройла 1984 Потрясающая книга и фильм Это будущее, в котором мы живем с самого ее выхода Фашизм и развитие военных технологий подтолкнули научную фантастику о приятном будущем к мрачному будущему, которого все страшились Распространение слухов О'Ройл подогнал тоталитаризм под информационную эпоху Телеэкраны и выступления Большого Брата показывают слежку как часть технологической системы Теперь мы вас видим, заведите руки за головы Самое жуткое, что радикально новый мир для антиутопии не требуется Имеющихся технологий достаточно Вы окружены! Научная фантастика не пытается предсказывать будущее, а повествует о выборе Это наш мир, наши решения и их последствия Наука в антиутопии перерастает в освещение социальных проблем И показывает то, что уже есть в мире В Таиланде протестующие вдохновились голодными играми Теперь приветствие тремя пальцами – символ восстания Голодные игры – это книга о революции, разумеется Сьюзан написала книги о войне и ее последствиях для подростков И она не сдерживалась Худшая антиутопия – это старшая школа Ваше будущее контролирует старшие Они решают, что вам делать, куда идти, кем стать Но в молодежной литературе, вроде «Голодных игр» и «Дивергента» Молодые люди, особенно девушки, обладают силой и стержнем И способны изменить мир вокруг Китнис – отличный персонаж И ее борьбе веришь Вот что они творят! Мы должны отомстить! Она одарена способностями, которые позволяют ей сражаться С превосходящим ее чудовищем в виде общества Голодные игры не заканчиваются радугой и солнышком Где все счастливые мир стал лучше Прим больше нет! Она умерла и не вернется! Вон отсюда! Разумеется, любые перемены требуют жертв, смерти, боли И выжившие не будут прежними У них останутся травмы на всю жизнь Я не верю, что разум человека способен существовать в двух измерениях Все так запутанно Не знаешь, что правда, а что нет Теперь ты знаешь, где правда Да, сэр, знаю Печальнее всего в научной фантастике о будущем идея того, что мы, вероятно, уже живем в антиутопии, пока этого не осознаем Где проходят границы между реальностью, воспоминаниями и грезами? Как по мне, главный посыл любой научно-фантастической антиутопии таков Вы живете в антиутопии и либо замечаете это, либо нет Так вам будет сложно это признать, мистер Куайт Я вас слушаю Боюсь, вы сейчас здесь не стоите Знаете, док, меня не так просто обмануть Фильм «Вспомнить все» основан на рассказе Филиппа Дика Мы вам все припомним Это один из самых невероятных, сюрреалистичных, сатиричных писателей эпохи Некоторые утверждают, что помнят прошлые жизни Я помню совсем другую, настоящую жизнь Его истории не раз экранизировались в Голливуде Я арестую вас за будущее убийства Сара Маркс Персонажи раз за разом отправляют в реальность, которая оказывается поддельной, а им кажется, что это все правда Пока мы спим, наш разум способен на все Это признак хорошей научной фантастики Она заставляет по-иному взглянуть на реальность То, что вы принимали как данность, представляется в ином свете, порой параноидальном Ты увяз в Матрице Что за черт? В фильмах вроде «Матрицы» проявляются идеи Филиппа Дика, ощущения паранойи и того, что нет истины, за которую можно держаться Возьмешь синюю таблетку, и ты проснешься в постели и будешь верить в то, что тебе угодно Возьмешь красную, и я покажу, насколько глубока кроличья нора Вачовские дали мне сценарий, я прочитал его и... Реальность, которая вовсе нереальна Таков нынешний мир В Матрице вы можете заглянуть за кулисы и узнать, что роботы пытаются подчинить себе людей Что для тебя реальность? Там есть виртуальная реальность, тайный агент и Морфеус И, конечно, кунг-фу Мы с Лоуренсом Фишборном тренировались для сцены в Дадзё 8 месяцев Было здорово, наконец, начать съемки этой сцены Тренировка и сама игра — это разные вещи Вам говорят моторы, игра начинается Я знаю кунг-фу В синтетическом мире Матрицы нас не сдерживает тело Не сдерживает воображение Отсюда нововведение вроде эффекта Матрицы Любопытно, что в Матрице спецэффекты сделаны так, что они дополняют сюжет Именно поэтому там применяют технику «буллет тайм», потому что это нереальность В Матрице вы способны на то, что не смогли бы провернуть в настоящем мире Помните, Тринити подпрыгивает и застывает в позе журавля Такого мы раньше не видели Эту технику специально изобрели для Матрицы По ходу фильма мы снова и снова сталкиваемся с этой техникой И с ее помощью определяем, что находимся в Матрице, а не в антиутопичном мире, который является нашей реальностью Нет Матрица очень увлекательный фильм, если вам нравится красивая картинка и кунг-фу Но если копнуть поглубже, можно без конца обсуждать философскую подоплеку Матрица предсказала будущее, в котором люди подключаются к проводам и теряют себя Видят то, что им хочется Верят в то, что им угодно, потому что это приятно и безопасно Я знаю, что этого стейка не существует А когда я кладу его на язык Матрица сообщает мозгу, что он сочный и вкусный Я просто хочу полакомиться стейком, я хочу спать дальше Эти желания очень соблазнительны, верно? Я не хочу ничего помнить Ничего Матрица – идеальный пример научной фантастики В ней присутствует личный выбор Как мы поступим? Подключимся к системе и станем безвольной шестеренкой Или Согласимся жить в холодном, мрачном, запутанном, сложном, но подлинном мире Ты постоянно обращаешься к научной фантастике Я бы сказал, что темный рыцарь и темный рыцарь возрождения легенды – антиутопии Да Мы видим их гипертрофированную, испорченную сторону Темный рыцарь возрождения легенды – это антиутопичное будущее и демагогия Это то, что могло бы произойти В научной фантастике воспевается потенциал человека Да Там спасти нас сможет только герой Согласен Хочешь поиграть? Ты уничтожен Задача героев в антиутопиях – одолеть силы, которые увлекают мир во тьму В антиутопиях часто показывается, что всего один человек может сильно изменить мир и противостоять деспотичной, коррумпированной системе Бросьте ружье, вы арестованы Благодарю за содействие Робокоп – это полицейский получеловек-полумашина Он хороший полицейский и должен остановить плохих парней Пушки, пушки, пушки Мне все представлялось научная фантастика в мире бизнеса Это были 80-е, зарождение поколения жадности В Робокопе нам показали будущее, где всем заправляют деньги и корпорации Я решил, что хорошо бы снять фильм о том, что это неизбежно, но из этой трясины можно выбраться Вы арестованы Робокоп думает, что поймал плохого парня, а потом оказывается, что над ним стоит еще один, это целая система В этом сила научной фантастики Она позволяет размышлять о серьезных вещах, пока вы смотрите на роботов, которые стреляют парням между ног Твой ход, хмырь Невольно задумываешься, что же такое произошло, почему мир скатился в эту кошмарную антиутопию Я всегда удивляюсь, когда меня спрашивают, почему в ваших фильмах столько жестокости Я отвечаю, а почему ее нет в ваших? Жестокость – часть нашего мира Я всегда это понимал, скажем так, с религиозной точки зрения Смерть Мерфи – это распятие Оно должно быть ужасающе А потом в кадре появляются выверенные движения Он пробуждается Это не что иное, как воскрешение Это прекрасная история, и мне хотелось перенести ее на экран Тогда меня озарило, что он должен ходить по воде Я всегда считал Робокопа американским Иисусом Робокоп – это политическая сатира И когда понимаешь, что это еще и аллегория на Иисуса Христа Нельзя не задуматься над тем, какое значение мы предаем спасителям, которые жертвуют всем ради нас Научная фантастика позволяет нам увидеть антиутопичное, кошмарное будущее Но в главных героях мы видим искру надежды Хотите отсюда выбраться? Вам ко мне Безумный Макс – антигерой поневоле Безумный Макс – это как... Знаете, когда слышите потрясающую мелодию и думаете Боже, почему раньше такого не было? Джордж Миллер вырос в Австралии Когда он был подростком, многие его друзья погибли в автокатастрофах Потом он стал врачом, и ему приносили изуродованные тела с дорог Когда он стал режиссером, ему показалось закономерным создавать фильмы о жизни и смерти на дороге В первом фильме «Общество на грани разрушения» Макс, бывший полицейский, теряет рассудок по ходу фильма, пытаясь остановить преступников Теряет семью Во втором фильме «Воин дорог» мы сталкиваемся с никак не объясненной ядерной войной Скудными запасами топлива и попадаем в постапокалиптические пустоши, по которым бродит Макс Безумный Макс разруливает конкретную ситуацию, но мир вокруг становится все хуже и хуже Есть такие фильмы, вокруг которых вращается целая культура И «Воин дороги» один из них Фантаст Джеймс Баллард назвал его «Сикстинской капеллой панка» Ты можешь убежать, но тебе не спрятаться Я художник комиксов, пишу, рисую, я привык к рисункам и словам Когда мне позвонил Джордж Миллер и предложил обсудить «Безумного Макса», я сразу согласился В четвертом фильме «Безумный Макс. Дорога ярости» был продуман каждый кадр, и мы создали около 4000 рисунков Мы также изменили героя «Безумный Макс. Дорога ярости» — жертва посттравматического синдрома Ему незачем жить, он просто выживает 20 лет он скитался по пустоши на своей старой развалюхе Он словно дикий зверь Им украшают капот, используют как банк крови Это моя собственность! В «Дороге ярости» главный ресурс — не топливо, а человеческое тело Можешь присоединиться к нам, если хочешь Я иду своим путем Когда смотришь фильм про «Безумного Макса», после первого же понимаешь, что он не считает себя героем Это не его мир Стремиться его улучшить должны другие персонажи, вроде Фуриосы Им нужна надежда Искупление Фуриоса — детище Джорджа Он сказал, я придумаю воительницу дорог, которая станет иконой времени Это фильм про «Безумного Макса», но в нем блистает другая героиня, которая чуть ли не отбирает роль главного героя Фуриоса — куда более понятный нам герой, чем Макс Нам известно ее прошлое, ее мотивация Нет! Она должна защитить девушек, которые пытаются спастись от жестокого рабовладельца Помнишь меня? По ходу фильма Фуриосу ранят в бок, и она теряет много крови Макс протыкает ее ножом и перекачивает ей свою кровь Он невольно впутывается в эту борьбу Их энергии соединяются, это очень сильный момент В каком-то смысле даже любовная сцена, а потом он уходит Когда мы видим Фуриосу на платформе, которая поднимается над поселением, мы понимаем, что впервые в конце фильма про «Безумного Макса» сверкнул лучик надежды Появляется возможность, надежда, что эти девушки, собранные вокруг Фуриосы, образуют новое общество Эти героини смогут подарить миру свободу Переделать его под свою идеологию Мы не знаем, что произойдет Это совсем, совсем другая история Наше общество жаждет увидеть свои кошмары на больших и маленьких экранах Да Это важная составляющая научной фантастики Верно Но когда мы вошли в эпоху науки и технологий, у нас появились новые страхи Куда нас поведет этот эксперимент Да Нас всегда волновали будущее мира и возможный конец света Да Научная фантастика часто обращается к этим страхам Конечно Можно ли предотвратить апокалипсис или отложить его? Они предостерегают, заставляют задуматься Научно-фантастические истории – это притчи, сказки с предостережением Вас ожидает настоящий кошмар Это не пророчество, никто его не хочет Однако это происходит здесь и сейчас Это Сумеречная зона Сумеречная зона была первым научно-фантастическим телесериалом Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи Сюжеты 50-х вспоминаются образцовыми и конфетными Но сумеречная зона показывала темную сторону Все мертвы, кроме меня Мне нравятся неожиданные повороты сюжета и мучительные иронии этих историй Он располагает всем временем на свете, но разбивает свои очки Так нечестно! До сумеречной зоны Рот Серлинг был известным драматургом телевидения 50-х Но цензура запрещала все его речи о социальной, расовой, политической несправедливости Я считаю незаконно запрещать нам обсуждать противоречивые, трагические проблемы нашего общества Неудовлетворенность и отчаяние подстегнули Рота Серлинга к созданию сериала, где он мог говорить об этих проблемах, не сталкиваясь с цензурой Мы в меньшинстве! Я считаю, что антиутопия — это предостережение Грубо говоря, вы поднимаете руку и говорите «Все, мы сейчас движемся в этом направлении» Но оно не самое удачное Может, пора что-то менять? Всем хочется показать пальцем на соседа Но поверьте мне, друзья, рано или поздно мы сожрём друг друга живьём! Когда читаешь антиутопию, думаешь, ну, это всё позади, сейчас такого бы не случилось Клянусь, это не я! А потом в глаза бросается политика, современные проблемы, и мы понимаем, как же мы были слепы Меня зовут Фредова У меня было другое имя, но оно под запретом Теперь многое под запретом В рассказе «Служанки» нам показывают мир будущего, которым правят мужчины, а женщины — низший слой общества Очень старомодный религиозный режим Они носят особую одежду Ходят в магазины, где ничего не подписано Нам кажется, что это чужой мир, иная планета, но нет Нам постоянно напоминают, что мы в Бостоне Однако мир совсем другой Пожалуй, я полюбил фильм «Рассказ служанки» из-за Фредовой Она не теряла силы, веры и надежды в своём ужасающем положении Господь создал особую чуму Произошла природная катастрофа, и женщинам стало сложно зачать Нет, прошу вас, не забирайте её! Мамочка! Нет! Её отрывают от мужа и ребёнка Она одна из редких, фертильных женщин Новенькая Её держат для размножения в доме с командором Служанка должна лежать между ног супруги командора Вы вдвоём станете единым цветком, и ваши семена соберут Мои цветы! Лейда, ложись А что? Это здорово В Джанин мне больше всего нравится, что все принимают её за блаженную Но она по-своему относится к реальности, которая ей не подвластна И сражается по-своему Пока Единственное, что ждёт служанку в будущем, это выход на рынок изнасилования Всё, что есть в моей книге, люди делали в прежние времена или делают сейчас Например, в нацистской Германии эсэсовцам назначали биологических жён Она собрала кошмарные исторические факты насилия над людьми в одну книгу в мир под названием «Галат» Маргарет Этвуд вдохновилась процессом над салемскими ведьмами и тем, что женщин, которые не подпадали под норму, наказывали По сути, это было предостережение для всех женщин Выбейтесь из строя, вас ждёт смерть Исламская революция стала для Маргарет интересным аналогом Это религиозная революция Только вчера девушки ходили в мини-юбках, а сегодня их выгоняют из колледжей А ведь прошли всего сутки Дамы, вы больше не можете здесь работать, таков закон У Фредовы отбирают работу, она больше не располагает ни деньгами, ни имуществом Этот сюжет нашёл бы отклик в читателях 80-х, поскольку женщина получила право владеть банковской картой, записанной на её имя, лишь в 1974 году Мы понимаем, что всё это было, и мы в самом деле могли бы оказаться в такой ситуации Общество может с лёгкостью измениться и возникнет антиутопичное будущее Научная фантастика часто предостерегает нас, показывая разложение общества Куда проще пересмотреть важные моменты в начале сериала, чем оглянуться на прошлое в настоящей жизни Когда уничтожили Конгресс, мы не очнулись Когда отбросили Конституцию, мы не очнулись В постепенно нагревающейся ванне легко не заметить, что тебя сварили заживо Медленное развитие событий делает посыл рассказа служанки более мощным Постепенное развитие разных переменных становится крыльями бабочки, от которых поднимается буря Зачем здесь военные? Я считаю, это предупреждение, а не предсказание Пламя продолжает гореть даже в слабейшем сопротивлении Вы можете отобрать у них всё Их семьи, их глаза, но вы не отберёте их уникальную человечность Вот почему нельзя закрывать глаза на перемены в мире, иначе вы рискуете проснуться в Галладе Сейчас вам это не кажется обыденностью, но со временем станет ею Это станет повседневностью Я держу нас вместе, сохраняю нам жизни Но учтите, если хотите остаться, у нас тут не демократия В постапокалиптических историях герои пытаются начать с чистого листа и создать при возможности лучший мир Можно ли восстановить общество после апокалипсиса? Цветное телевидение так быстро не вернуть Но ходячие мертвецы показывают, что есть надежда Но не все находят мирные пути Я нарисовал комикс об обычных, ничем не примечательных людях, которые пытаются выжить в зомби апокалипсисе и вернуться к привычной жизни Мы возвращаемся к ходячим мертвецам, потому что нас очаровывают персонажи Они все сражаются, пытаясь понять, кто они в этом мире Где больше нет общества, где установлены новые правила Пожалуйста, не надо Не надо, папа Постапокалипсис показывает нам перемены в людях Показывает, какими они становятся Классическая тема научной фантастики Она есть и в мифологии зомби Ромеро в его фильмах Они придут за тобой, Барбара Зомби изобрел Джордж Ромеро До него их не существовало, в том виде, в каком мы их сейчас представляем Джордж Ромеро прочитал книгу «Я легенда» Ему понравилась концепция борьбы с бездумным миром Он сделал то, что сейчас так важно для истории про зомби Включил социальную критику Так, Вин, стреляй ему в голову прямо между глаз Самое интересное в фильмах о зомби Это то, что они играют на страхе предательства, на паранойи Что близкий нам человек может оказаться врагом Они играют на страхе перед хищником Мы боимся тех, кто может нас есть Мы боимся перенаселения и болезней Шимпанзе заражены Я, как писатель, подумал Боже мой, сколько возможностей можно наблюдать за ними годами За восемь сезонов «Ходячих мертвецов» Мы создали около 16 тысяч гримов для зомби В юности я изучал физиологию и анатомию И обучался искусству Для меня всегда было важно поднять уровень нереализма И создать пугающий образ Мне жаль, что так случилось Которому зритель будет испытывать сочувствие Ходячие мертвецы показывают десятки способов Перестроить общество после апокалипсиса Рик Граймс и его команда сталкиваются с самыми разными видами общества по ходу сериала Например, в Удбери под управлением губернатора Александрия – безопасная зона для жителей города Вашингтона И самое худшее из обществ, которое мы встречаем Это спасители во главе с Ниганом Я из одного из вас душу выбью Как автор, я порой переживаю, что зритель подумает А этот парень просто развлекается и сердца у него нет Думает, что убивать людей весело Нет, не все так просто Я хочу, чтобы меня знали Когда персонаж умирает, я расстраиваюсь вместе со зрителями Иногда я даже плачу, когда пишу сценарий Порой мне становится невыносимо тяжело Назад! Должны быть люди, которые сохраняют баланс добра и зла Иначе мир погрузился бы в хаос Это история о тех, кому можно довериться В создании светлого будущего Они сражаются за создание нового общества В будущем что-то будет Мы должны верить друг другу Если мы сохраним то, что имеем Будущее в наших руках Сериал «Ходячие мертвецы» изумительно хорошо показывает Человеческую натуру в лучшем и худшем ее проявлениях Испытывает ее Показывает, что искупление не всегда возможно Однако, обратите внимание, сколько других персонажей находит искупление Это сериал о том, как из самой мрачной ситуации Можно найти выход Встать на путь развития и построить новое общество Если посмотреть в будущее, он кажется вдохновляющей историей о тех, кто пережил худшие времена и стал лучше По-моему, у него оптимистичный посыл Научная фантастика в первую очередь повествует о людях Глупо заявлять, что есть добро и зло Скорее соперничество и агрессия, жалость и сочувствие И то, и то Природа предполагает оба пути развития Ведь человек существует в обществе и не выжил бы, если бы не заботился о детях И не охотился Не делился с другими В нас есть эмпатия, внимательность, глубокое сочувствие Пускай не все так себя ведут и не замечают этих качеств у других Потенциал есть у всех Эти чувства всегда будут вытягивать нас из трясины Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok